Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 2 апреля 2020 года. Опять хорошие цифры. Этот фильм посвящен Царицыну, Сталинграду, Волгограду. Город был построен, возник, около 1555 года. О, нет! Я сразу покажу вам выписку из Википедии, которые составляют те, кто пишет истории. Тем более это касается не просто какой-то биографии или какого-то термина, это касается города, города-героя. Соответственно, сюда вписывают историки настоящие. Вот он, Волгоград. Пишу в прямом эфире, чтобы после моего фильма, если даже переделать, чтобы вот я зафиксировала факт. Сейчас покажу. Значит, Волгоград, город-герой, население миллион 13 тысяч, возник около 1555 года на острове близ левого берега Волги, но вскоре был перенесен на мыс правого берега при впадении Волги реки Царица, по которой и получил название Царицын. То есть вот таким образом, значит, он по названию реки Царицы получил название города. Вот такая логику нам сейчас пишут историки. Внимание! Гидроним Царица, в свою очередь, произошел от тюркского Сары-Су. Сары – желтый, Су – вода. Есть также гипотеза, что название Царицын образовано от названия острова, которое на картах XIV-XVI веков подписывалось как Цицара. Предполагается, что это иранское название с неизвестным значением. По оценке Поспелого, правдоподобно допущение, что изображение острова восходит к неизвестному средневековому арабскому источнику, а надпись имела лишь пояснительный характер. Арабская джезира означает остров. И таким образом надпись Цицера к названию города отношения не имеет. Молодец, Поспелов. Он попытался вот эту вот ересь, которая, я не знаю, когда она была образована, он попытался ее убрать. Но вот что мы посмотрим? Значит, на эту логику. Образован по названию реки Царица, название реки, в свою очередь, произошло, вот, в свою очередь, произошло из тюркского Сары-Су. Сары-Желтый. То есть, если у нас есть царь, вот царь, да, царь-государь, царь-правитель, у него жена его по логике царица, соответственно, название царица, жены царя, оно происходит из тюркского Сары-Су, то есть «Желтая вода». Значит, если есть царь, то его жена по вот этой логике будет называться «Желтая вода». Вот такую логику дает нам Википедия и те, кто ее пишет, поскольку это город, это город-герой. Здесь не может быть просто оба чего написано. Соответственно, те, кто это пишет, сейчас мы вот пройдем эту историю, тут все сюда вносят, они должны как-то нести какую-то ответственность за свой этот бред. Я не знаю, кто писал про это название. Царица от тюркского «Желтая вода» происходит. Вот откуда все это берется. Но, с другой стороны, понятно, вот здесь вот мне увиделся Борис Акунин «История государства российского». Вот кто нам тут пишет историю. Борис Акунин, оказывается, читать его невозможно. Любимый либеральный писатель. Вот глянем. И вот он нам и пишет на месте Волгограда. Вот он нам историю эту и пишет. Ну, естественно, если будут такие историки, как Борис Акунин, в общем-то, ждать истины не придется, не приходится. Это вот только маленькая зарисовочка, как перевирают, переписывают, ну, буквально на ходу историю. Так, а я прочту, что в Большой советской энциклопедии от 1974 года. Здесь написано только лишь. Город основан в XVI веке на острове против падения реки Царицы, Волгу, для обороны Волжского пути на стыке Переволоки, Волги и Дона. В начале XVII века Царицын сгорел, вновь построен в 1615 году на правом берегу Волги. Далее народные восстания, XVII-XVIII век, про Пугачева. В 1774 году войска Пугачева разбили под Царицыном крупный отряд царских войск. В 1782 уездный город Саратовской губернии. С развитием капитализма в России быстро развивалась лесообрабатывающая промышленность и так далее. Переходят в советский период и советский период, собственно говоря, идет. То есть в большой советской энциклопедии здесь нет ничего по поводу этимологии слова «царица». Никаких тюркских следов. То есть советские историки этого не писали. Это уже насочиняли наши либеральные товарищи после того, как захватили Советский Союз, распилили его на части. Но продолжим. Моими глазами в этом городе, поскольку я там сама не была, Антонина Томилова, спортсменка, комсомолка и просто красивая женщина, а также врач-кандидат наук. В этом фильме я продолжаю приводить доказательства своей версии. То, что город засыпан, у беспристрастных исследователей сомнений не вызывает. Мало того, местные краеведы уже проводят экскурсии по засыпанным домам Волгограда. Во время Великой Отечественной войны Сталинград был очень сильно разрушен. Практически полностью. Его восстановили. В том числе принимали участие пленные немцы. Расчищали от завалов. И восстанавливали дома. И дело в том, что восстанавливали на старых фундаментах. То есть использовали то, что сохранилось. Заново котлованы никто не рыл. Поэтому город имеет свою допотопную, до глино засыпанную историю. И я буду это доказывать в этом фильме. Мы живем в допотопном доме. А смотрите, а здесь много чего сохранилось. А там еще такая водокачка. Это прямо рядом с вокзалом. Смотрите, какой вход. И вот там вход. Кулукруглый. Вот, смотри, полукруглый вход. Вон окна у нас заколоченные. Посмотрите, какая красотища. Это поликлиника. Представляете? Это поликлиника. Просто обычная человеческая поликлиника. Так, хочу обратить ваше внимание. Вот дом стоит на старых фундаментах. Окна под каждым окном. Мы живем в домике рядом. Смотрите. Какая красота. И сразу хочу обратить внимание, что то, что дом построен на старых фундаментах, на старых стенах, восстановлен он. Когда он был, может быть, он 19 века еще, это здание. Ну, оно могло быть разрушено во время войны. Но здесь двери сделаны из окон. Мы посмотрим. Все двери сделаны из окон. Оказывается, это не вечной вокзал, а бывший вечный вокзал. Деверь из сторон Маяк. Посмотрите, насколько он закопан. Еще вот такие вот штучки торчат из земли. Да? А закоп он, он очень сильно. Туда, вниз. Видите, как? Ну, тогда похоже. Если будут все раскопать вниз, то будет маяк. Знаете, я не знаю, что это такое. На новодел это не похоже. Как будто это просто... Подожди! Что? Здесь как будто просто используется. Ну, что-то приспособлено. Ну, это, мне кажется, использовано. А может и нет. Не знаю. Ну, вот этот дом точно старенький. Такая вот особенно пристроечка там. Окна тоже такие у нас. А с той стороны это современный дом. Мы вошли по дарку. С той стороны дом выглядит абсолютно современным. Как в Зеленограде у нас есть такие дома. Точно, точно такие же. Кстати, тоже так же стоят на горке. Но у Зеленоград тоже стоит на чем-то старом. И все вот так вот это выглядит. Старые стены. Заня, ну здесь само собой вот такая труба пристроена. Потому что климат у нас резко внезапно изменился. А вот изменит дом Павлова. Обычный жилой дом. Ну, как вы понимаете, с подземными этажами. Просто жилой дом. Это дом напротив. Фальшивая стена. Вау! А там осадки мельницы. Вот это фальшивая стена. Такое сделали. Мемориальная. Фотографировать мы ее не будем. Ничего в ней нет. Мемориального. А вот и самое старое здание в Волгограде музей водоканала сейчас называется. Я не очень понимаю, где раньше была вода. Потому что на старых картах посмотрите какие арочки прячутся внутри. Я их уже фотографировала. Там внутри кирпич. Старый кирпич. Сейчас мы туда пройдем. Обойдем и вот вроде современное здание. А смотрите там какое внутри. Вчера я вот оттуда снимала. С той стороны и 2-3 на это царицинскую лужу. Как она называется. Это вот их метро. люди. Я такого еще не видела. Во-первых, мы внутри обнаружили, что там внутри развалинка. Во-вторых, сейчас увидите современный ремонт фасада. Опа! Пенопласт. Представляете? Нет, вы вообще это представляете, как осваивается классный бюджет. А ведь это свежее. Охренеть. Да, бюджет осваивается классно. Это вам не то, что строили до потопа из красного кирпича идеальные кладки. На века строили. Это современные. Это даже не советские строители. Это вот то, что строят сегодня. Вот так растаскивается все. В Сталинграде есть знаменитый фонтан. Снимок обошел весь мир. Дети в хороводе вокруг крокодила. То, что климат в недавнем прошлом был субтропический на наших территориях Средней и Нижней Волге, я исследовала и приводила примеры в нескольких фильмах. А также альтернативные исследователи параллельно нашли свои доказательства, что крокодилы были на всей территории Средней и Нижней Волги. Смотрите мой фильм «Почему изменился климат» такой версии вы еще не слышали. и крокодила на Волге в начале 19 века фейк или правда. Этот памятник тоже намек на присутствие крокодила в прошлом в этой местности. Возможно знак от скульптора. То, что художники и скульпторы зашифровали информацию в своих работах, я также доказывала в своих фильмах «Андре Дюран» и «Фальшивки 19 века». И многие исследователи собрали огромное количество доказательств, в том числе по работам «Пиранезия». Я попросила Антонину посетить палеонтологический или краеведческий музей. И есть «В музее есть зуб местной акулы». Естественно, что существование акул историки относят к глубокой древности и к тому, что здесь был океан, плескался когда-то миллионы лет назад. Сокрытие информации о 19 веке масштабно и по всему миру, поскольку тот мир и управленцы, капитал, что мы имеем сегодня, появился именно после той глобальной войны в середине 19 века, то есть окончательное вот передел мира произошел именно во второй половине 19 века. Вот и надо скрыть все то, что было до этого или представить это в таком виде, как написано в учебниках, то есть пустыня, варвары, лапти, грязь примитивных племен. Итак, по моей версии, я полагаю, что до середины 19 века здесь был город с капитальными домами и название этого города неизвестно. В середине 19 века произошло катастрофическое событие, в результате которого город погиб. Климат изменился повсюду, ось поменяла наклон на несколько градусов, а затем город засыпали сверху, видимо, было несколько сбросов сопок таких, Антонина их насчитала 8. После 1860 года, через несколько лет, начинают постепенно восстанавливать город, выравнивать улицы, что-то откапывать. Царицын то же самое, но чуть позже, как и Псков. Это то, что я исследовала сама, смотрите мои работы, доказательства по Пскову, у меня там несколько серий. А теперь, если мы обратимся к справке, путеводителю за 1890 год, посмотрим путеводитель Царицын, статья из путеводителя по Волге 1903 года. Сквозь информацию, сквозь строки странности и нестыковки. Сначала, где он расположен, все, я, конечно, читать не буду, ссылку я оставлю, и с ним можно ознакомиться, здесь довольно все любопытно. Все гостиницы есть, извозчики на 1903 год, железная дорога. Железная дорога, это очень важная составляющая, потому что активная торговля идет именно по этой железной дороге с Россией, с остальной, с Москвой, с Северной Россией. Вокзал Волга-Донской, станция Волжская, железная дорога, находится на берегу Волги, в левой части города, за речкой Царицы. Тут и пароходы и пристани, вокзал Волга-Донской, вот само название Волга-Донской, ведь и получается, что канал это Волга-Донска еще нет, он еще не прорыт на этот момент, но тем не менее название Волга-Донской, ну оставим это для вопросов, возможно потом появится больше информации на этот счет. Волга-Донская железная дорога, хорошо. Вот обращаю внимание, внешний облик Царицына малопривлекательный, город расположен на сыпучем песке, которым вязнут ноги. Когда задует частый здесь ветер, город окутывается ужаснейшими тучами песка, который не только проникает в нос, рот, глаза, волосы, подплатье, но даже затрудняет ходьбу и дыхание. Летом здесь обыкновенно невыносимый зной. В городе мало красивых зданий, улицы неприглядные, большинство из них утопает в грязи, стоп, ну грязь это песок, песок, санитарное состояние мало удовлетворительное, есть водопровод из Волги, растительности очень мало. Вот рисуется какая картина, как можно строить город на песке, и если город 16 века известен как город, то что за три века ничего не произошло, никакая растительность, так и остался песок, как это вообще могло происходить, чтобы строить дома на песке при идеальной разметке кварталов, сейчас мы будем рассматривать фотографии и увидим вот эти нестыковки, то есть город на песке, на песке вообще-то ничего не строят, предполагаю, что если песок или песок песка-глина, по фотографиям современным раскопам, это все-таки песка-глина, глина там много и на реке Царица, он был засыпан именно во второй половине 19 века, поэтому в это время здесь ничего нет и вид неприглядный, потому что это после войны все происходит, еще ничего не восстанавливается, если Москву, Петербург и крупные как-то города восстанавливают, то города типа Пскова или Царицыно, им что осталось, их начинают восстанавливать как правило с начала 20 века и вся история там такая начинается с этого и что еще, еще все читать тоже не буду, активная торговля тем не менее лесом идет, лесная промышленность, но как бы вот здесь пишется, что это лес привозится с Камы, торговля хлебом, солью, через Владимировку, Баскунчакского озера, так, фабричные и заводские предприятия свыше 150, представляете, при таком климате, что песок, песчаные бури, это просто невозможно, там очень некомфортно находиться, и же тем не менее 150, вероятнее всего они там и были, их просто восстанавливают, несколько лесопильных заводов, посмотрите, с электрическим двигателем, то есть леса нет, растительности нет, но лесопильные заводы есть, две газеты, электрический трамвай, освещение и самотаски леса, опять леса, лесная промышленность, Царицыно развита, хотя вот написано, что там нет никакой растительности, половодия из Царицыно ежедневно ходят небольшие пароходы до уездного города Царево, Астраханской губернии, бывший сарай, ну возможно, если Царева, Сарева, Сарай, возможно, вот это вот общее происхождение, столица Золотой Орды, местность принадлежит к самым достопамятным в истории России, так как здесь находился центр татарского ига, два столетия давившего русский народ, но сегодня мы знаем, что не было никакого татарского ига, давившего русский народ, и что монголо-татарская ига придумал Карамзин в начале XIX века. Окрестности города Царева обильно усеяны следами древних татарских зданий и укреплений, смотрите, как интересно, древних татарских зданий и укреплений щебнем, кирпичом, валами, обломками стен, курганами, еще лет 60 назад здесь видны были развалины нескольких домов и остатки садов. Между развалинами тянутся каналы, ереки и искусственные водоемы, озера, имеющие по несколько верст в окружности. При раскопке курганов было находимо множество разнообразных изделий из металлов, минералов и прочее. Вот они татарам это отнесли. Татарам или тартарам, на самом деле здесь была одна большая цивилизация и вот в принципе от 903 года минус 60 лет, это у нас получается 1843 год. Кирпичные дома здесь у них были видны, остатки садов, каналы. То есть здесь была серьезная цивилизация. И это никак не вяжется с татаро-монгольским игом, с кочевниками, с вцеводами, с коняшками. Здесь была развитая цивилизация, у которой были системы орошения. Такие же системы орошения проглядываются и в Псковской области, и в районе Лосева. Представляете, там когда-то были системы орошения, искусственные каналы, которые не строила ни советская власть, ни вот эта царская Россия второй половины 19 века и начала 20 века. Итак, вот историки царской России, они уже подписывают, что убирают русский народ отсюда. И в одном и том же тексте уже есть несоответствие, когда они пишут, что бывший сарай и останки 60 лет назад, от 1903 года, останки зданий кирпичных и искусственных каналов. И тут же мы видим окрестности города Царева, обильно усеяны следами древних татарских зданий. Вот они, укреплений, щебнем, кирпичом татарских, значит, они имеют. И дальше. Город царев первоначально в качестве слободы возник в 1805 году, а произведен в уездный город в 1835 году. Так это уже все принадлежало России. Уже как 400 лет. Откуда взялись тут татарские, почему татарские укрепления здания? Вот скрыто под словом татарские убитая цивилизация. Вот таким образом. Вот в одном тексте прямо рядом несоответствие. Прошлая царица натеряется в глубине времен. Конечно, теряется, потому что вы врете, вы ничего не знаете сами. В XIII столетии здесь было татарское поселение. Откуда знают, что здесь было татарское поселение? У них и в XIX веке здесь было татарское поселение. А когда оно было основано первой русской, точно неизвестно. Но по важному стратегическому значению местности на Волоке между Доном и Волгой по разным указаниям, почти несомненно, что русское укрепление возникло здесь по подчинению этого края России. Так вот, как же вот это вот тогда у нас? Вот тут же, даже не понимают, что сами пишут в одном и том же тексте. Один абзац противоречит другому абзацу. И вот еще интересно, краткое описание царицына встречается у Олеария. Олеарий. Оле. Олеарий. Говорит, что город невелик, построен в форме параллелограмма с бельведерками и башнями. Башнями с бельведерками. Заселен одними стрельцами, которых живет в нем 400 человек. Стрельцы эти обязаны держать стражу против татар и казаков и служить охраной для проходящих мемо судов. Короче говоря, все собрано и ничего не понятно. Если взять этот текст полностью и еще раз его проанализировать, то получается, что сегодня, в 1903 году он находится на песках, стоит, и никакой растительности нет. Тем не менее, там 150 предприятий, очень развита лесная промышленность, но растительности нет. С происхождением совершенно непонятно. В одном абзаце говорится одно, в следующем абзаце говорится другое. Еще по поводу названия, опять-таки, точные сведения о существовании здесь русского укрепления относятся к 1589 году, но в 1800, вот еще 60 лет назад здесь видны были развалины нескольких домов и остатки садов татарских зданий и укреплений. Вот они вписывают сюда татарских зданий и укреплений. Конечно, это онлайн, возможно, это уже в интернете вставили искажения. Хорошо бы посмотреть его в натуральном виде, что называется, в книге напечатанном, что там написано, но пока исходим вот из того, что есть. Точные сведения относятся к 1589 году. Самое название царицына производит от татарских слов «царый сын» «желтый песок» и «сарый су» «желтая вода». То есть слово «царь» у нас получается это «желтый». В переводе с татарского это «желтый». От «сары» или еврейское имя «сара» это означает тоже «желтый». Вот такую, в общем-то, ересь здесь пишут. Вот так. То есть если русский царь, то, соответственно, его надо переводить как «желтый русский» или «русский желтый». Потому что царь здесь получается это слово «желтый» означает. «Желтая вода», «желтый песок». С какой стати «желтая вода», «желтый песок» непонятно. Сейчас надо сделать как бы такой экскурс «Кто такой был Селим II?» Потому что это имеет прямое отношение к нашему фильму и к истории Царицына и к истории Волгодонского канала. Ну вот кто такой Селим II? Прям вот буквально вкратце. Почему снимают с Википедии в прямом эфире? Потому что они буквально после наших работ они меняют, могут менять информацию прямо на ходу. Ну а пока, пока вот они этого не знают, пока эта информация это стекается сюда. Вот примечания, библиография, откуда это все берется. То есть из источников, из исторических источников, где-то написано и так далее, и так далее. Так, ну вот, значит, Селим II. Селим II. Я все читать не буду, я сейчас обращу конкретно на несколько вещей внимания. Его звали как ребенок султан, четвертый ребенок султана великолепного. Был известен под прозвищем Селим Пьяница, Селим Блондин, то есть он белый был, Блондин. Далее. В 1558 году после смерти Роксоланы. Кто такая Роксолана? Роксолана. Известно, как Роксолана. Настоящее имя неизвестно, то есть Роксолана это было, был такой народ. Роксолана, сейчас мы посмотрим. А так в поздней литературной традиции ее имя Анастасия Александра Гавриловна Лисовская, то есть русская это уже дама, наложница, а затем жена Османского Сулейман, султана Сулеймана. Не знаю, вряд ли она наложница, она так и была. Жена, раз она мать султана, Селима Второго. Итак, возвращаемся к Селиму Второму. Роксолана. Кто же такие Роксоланы? Роксоланы это у нас пожалуйста Рохсалан, Рухсалан, Рюсалан, Светлый Алан, Ираноязычная, но это вранье, конечно, Ираноязычная, Сармата Аланская. Второй век это вообще все, как бы это можно убирать просто все это вранье. Мы сейчас вернемся вот сюда прямо сразу вниз, потому что я это прочитала как Русаланы. И пожалуйста, прям как Ломоносов, первым, кто в России предложил отождествлять Роксолан с Русами-Русами был Ломоносов. То есть это Русы-Русы, дальше можете сами почитать. Вот я сняла это все в прямом эфире. Кто против этого возрожал, как вы думаете, это Клейн возрождал, Лев Самуилович Клейн. Запомните его, это ярый русофоб, просто активный русофоб, он продвигал нормандскую теорию, активно ее придерживался, ругался там со всеми, которые были против и навязывал, что славяне всегда зависели от европейцев. Вот этот такой вот Клейн. Но он уже ушел из жизни, то есть уже не будет так активно это дело продвигать. И вот в корне Росоланы, корень Рос, это Рос, Рус, соответственно, получается, что Селим второй белый блондин и его жена Роксолана, тоже русская, это были русские люди, казаки, османы, потому что это атаманы, это переделали слово, из-за атаманов переделали слово в османы, появились такие османы. И вот что дальше интересно. А далее сквозь, продираемся сквозь вранье, неудачный поход на Астрахань, что там было за поход, датировки, соответственно, тоже были другие датировки, там 7000 лет с чем-то было, сейчас вот не буду подсчитывать, потому что Петр I изменил календарь, убрал 5000 лет. В Стамбуле был разработан план по объединению Волги и Дона каналом, вот когда появляется проект Волга-Донского канала. Стамбул это тоже изменено из русского слова, потому что это был Царьград, то есть там никакой Турции не было, там была Византия, тоже все это было русское, и из русского слова появляется как Истамбул, Истамбул, Итамбул, Бул из малороссийского, но ныне украинской считается, Бул, Был, Был, Булы, Булы, здоровенькие Булы, вот, Итамбул разработал план, значит, соответственно, вот когда прослеживаются истоки проектов Волга-Дона канала, годы Янычара и татарской кавалерии начали блокаду Астрахани и работы над Волгодонском перешейке, в то время как флот, господи, как это можно все вообще, как флот Османская Атаманская империя осаждала Азов, но не зон Астрахани отразила осаду, 15-тысячная русская армия атаковала, разогнала рабочих и татар, которые были направлены для защиты, а Османский Атаманский флот был уничтожен штормом, вот видите, как это во все это продираться сквозь вот этот текст, где шторм, где Волгодонской канал, Волгодонской это где до, а шторм-то где был, на Азове, на Азовском море, как это вообще вот это все, как этот текст вообще происходит, как они это все сочиняют, просто уму непристижимо, далее такая же вот получается уж слов приличных не нахожу, основным соперником великого визиря Махмеда Соколова, говорит, Махмед Соколов, это Соколов, великий визирь Махмед Соколов, что такое визирь? Визирь это по типу нашего, по типу нашего министра иностранных дел, вот визирь, Махмед Паша Соколов, Соколов, короче говоря, он был, вот, и появился тут у него купец Иосиф Наси, ранее известный как Джуа, вот к чему вот эта информация, это был богатый португальский еврей, появившийся в Стамбуле в последние годы правления Сулеймана I, который вскоре стал закадычным другом будущего султана Селима II, Наси не жалел золота и драгоценностей на подарки престолу-наследнику, вступив на престол, Селим вознаградил его, сделав пожизненным правителем острова Наксос, то есть он в лес вот сюда, вот в эти дела, с помощью коррупции, подкупив наследника, купил, получил остров, отвоен у Венеции, но опять-таки это все делить на 116 надо, однако Наси жил в Стамбуле и добился от султана монополии на торговлю вином на всей территории, но вот на это похоже, ну вот в этом можно поверить, что пришел, такой подкупал для того, чтобы стать олигархом и завладеть вот этой монополией на торговлю вином, ну похоже, да, Наси имел неплохую сеть, ну кто бы сомневался, осведомитель в Европе и поставлял султану важные политические новости, а кроме того, постоянно посылал в подарок Селиму свои лучшие вина. И вот такая информация. То есть у нас появляется Волгодон, русские люди, которых вот уже отуречивают этими именами, а как они на самом деле, по всей видимости, все и говорили, все на русском, и были это все русские, как там на самом деле было, это еще нам надо будет разбираться и разбираться и разгребать это все, но пока вот все это пошито белыми нитками и русский язык, и вся эта русскость, она везде просто вот вылезает у них, не могут они это все спрятать, но никак не получается, как бы не меняли они вот эти слова, но все это и Роксоланы, и жена Роксолана, и сам этот Селим, этот блондин, все это следы русского, и сами названия, все, этимология идет из русского языка, и то, что проект Волга-Дон, соответственно, это должно быть цивилизация развитая, потому что у каких-то просто кочевников на осликах, там на лошадках ездили, если они на беги какие-то устраивали, им бы и в голову не пришло, это должно быть грамотные, образованные люди, которые знакомы и с математикой, и с гидротехникой, то есть это должно быть очень серьезные инженерные мозги для того, чтобы разрабатывать подобные проекты. Еще одно доказательство того, что на этой территории была развитая цивилизация, это так называемая царицинская сторожевая линия, или засечные черты, так называемые, опять-таки, засечные черты, то, что доказал Александр Домбровский во многих своих фильмах, это самые настоящие газопроводы. Здесь царицинская сторожевая линия, Элевал Анны Иоанновны, оборонительная линия Российской империи, перекрывавшая перешейк между реками Дон и Волга от набегов крымского ханства и кочевников по Волжье. Но сейчас мы ее посмотрим, царицинскую сторожевую, вот она у нас. Так, от кочевников по Волжье и от крымского ханства. Сразу вот надо посмотреть расстояние от крымского ханства. Расстояние это где-то 500 километров. Каким образом они на лошадках туда добирались и набеги эти делали. Вот здесь вот это была поволока, переволока, Волгодонской канал. И сейчас посмотрим, как выглядит эта линия. Так, вот она, эти валы и пойдем по ней, по этим валам. Это типа от набега все сделано. Вот типичные для газопровода углы для сброса напряжения. Все это убрали, конечно. Вот они остатки, остатки ридана. Типичный газопровод, вернее, валы, которые от него остались. Вот он дальше идет и вот он дальше идет. От каких это волжских степняков он защищал, непонятно совершенно. Идет он строго с севера на юг, почти вот с севера на юг. Вот они остатки еще где-то есть. И доходит до Волгограда. То есть вот соединялся газопровод, шел вверх на север. царицинская. Царицинский газопровод, который называют засечной чертой. Идет он вверх на северо-запад и теряется вот здесь. То есть вот отсюда и до Волгограда идет этот газопровод. Не какая-то они засечная черта от набегов Крымского ханства, который строил Волгодонской канал. Как интересно. По поводу Волгодонского канала. Кто сказал конкретно какой объем был сделан? А может быть полноценный канал сделан? Может быть он существовал и работал? Который был разрушен в результате ядерной войны середины 19 века. По моей версии подходит Крымская война. Хотя есть другие версии других блогеров. Далее засып а завал как Сталинграда Царицыно или как он назывался ранее и других городов 1860 глина песком с водой сверху чтобы густая смесь жидкой глины или песка заполнила все пустоты погребла под собой следы города. На поверхности остались расчерченные кварталы и обломки зданий верхних этажей. Глубина засыпа как и везде примерно 2-3 этажа. Если город изначально был расположен на холмистой местности то соответственно рельеф вот этот глина песка засып он повторяет. Далее по немецкому захвату здесь интересные архивные снимки нам немцы оставили которые тоже доказывают о том что на месте Сталинграда и Царицыно был когда-то другой засыпанный город. Меня интересует оружие которое оставило такие следы. я бы сказала что снимок сверху Сталинграда это как будто после атомного взрыва похоже на Хиросиму но информации такой нет атомные бомбы были созданы после войны в США на основе немецких разработок а что же здесь тогда такое вот я ищу официальную справку по этому периоду по Сталинграду нашла сайт русская семерка здесь такая фраза 23 августа началась самая страшная атака за всю историю Великой Отечественной войны весь день немецкая авиация непрерывно сбрасывала на город фугасные зажигательные бомбы за сутки было до основания уничтожено две трети жилого фонда и убито 90 тысяч человек Сталинград представлял собой сплошные руины настоящий кошмар творился в центре города Сюда фашисты сбрасывали зажигательные бомбы из-за чего сформировался огромный огненный вихрь он мгновенно выжег несколько километров земли большинство зданий в старом фонде были деревянные поэтому пылали как костер все проживавшие в центре Сталинграда погибли практически мгновенно температура доходила до 1000 градусов затем пожар распространился на другие районы ущерб который претерпел город в ходе сражения был колоссальным на первом месте самой тяжелой потери миллионы военнослужащих и мирных граждан сложивших свои головы в этой страшной битве когда враг вступил Сталинград его защитники сражались за каждый метр каждый полуразрушенный лестничный проем в сутки гибло около 6 тысяч советских солдат это настоящий геноцид однако если мы посмотрим множество архивных фото Сталинград сразу после освобождения то нам предстают огромные кварталы разрушенных капитальных каменных многоэтажных зданий никаких деревянных центров деревянные дома они как бы находятся наоборот вот как и полагается любому городу на периферии и здесь и здесь я еще раз возвращаюсь к цитате этого сайта настоящий кошмар творился в центре города сюда фашисты сбрасывали зажигательные бомбы из-за чего сформировался огромный огненный вихрь он мгновенно выжег несколько километров земли ну во-первых если бы если бы самолеты это сбрасывали то этот вихрь он бы был опасен для самих самолетов с которых сбрасывали якобы эти зажигательные бомбы а мне представляется что это все похоже на применение оружия третьей силы подобное поджигали как вот поджигали и сжигали города во второй половине 19 века я предполагаю что во время второй мировой войны сероводородными тварями было применено такое же оружие лазерное выжигающее все как в Калифорнии в 2018 Греции в 2019 и как причина пожара в конце 19 века Москва в 812 ранний Лондон Сан-Франциско 906 Бастон 1870 Чикаго 1871 сверху города похожи на Сталинград официальная версия это что свечка упала и все погорело ай-яй-яй неосторожное обращение с огнем то есть Америку выжигали во второй половине 19 века начале 20 века как пожар в Токио 1923 года и в наши дни тихо применяют это оружие вот как Сибирь поджигали и скрывают его применение от населения городов мира то есть значит руководство стран оно в доле оно в теме а уж во время войны применять это оружие третьей силы сам их Господь велел война все спишет там жги не хочу русских людей погибло в одной Сталинградской битве 2 миллиона и немцев погибло очень много убирали белое население немцев анимеченных славян с ДНК Р1Б и русов Р1А и вот я постепенно подхожу к завершению и подвожу итоги на момент Великой Отечественной войны Сталинград был вполне себе огромный европейский город с четкими кварталами и капитальными каменными строениями которые в основном поставлены на стенах предыдущих домов допотопной цивилизации до глинопотопной есть фото где немцы откапывают подвалы как раз подвалы старые той допотопной цивилизации а также фото из музея Сталинградского где рабочие строят якобы тракторный завод в начале 20 века и видно что они его не строят они его откапывают и восстанавливают кирпич там этот сжённый то есть есть нормальный кирпич есть кирпич который после какой-то катастрофы горелый такой кирпич он в этих стенах если в дореволюционном царицине много действительно деревянных домов которые стоят на чётко разлинованных как по бумаге сетки дорог кварталах и вот немецкая аэрофотосъёмка до основной бомбёжки один из районов разрыва земли как будто глубокие овраги но это трещина в результате какого-то катаклизма такие могут быть либо от сильного землетрясения либо ещё от какой-то колоссальной катастрофы который вот фактически земля просто лопнула и дала такие трещины но про крупные землетрясения ничего не известно ни по царицину ни по Сталинграду откуда же взялись эти трещины и они проходят после того как был выстроен город и проложены сетки кварталов дорог видно что овраги рассекают дороги позже то есть сначала были дороги и кварталы был город а только потом пошли вот эти трещины которые сдвинули землю и те дома которые попали на эту трещину они исчезли без следа они погибли что был за катаклизм потому что город уже был уничтожен вместе с жителями ещё в середине 19 века и засыпан пескоглиной с водой вточечно несколько сбросов засыпан так же как и другие города России надеюсь вам было интересно познавательно думаю что у вас возникнет много новых мыслей может быть вы пришлёте новые материалы или дополнения по этой теме по Сталинграду по Царицыну благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал с вами была Галина Кунышева всех вам благ до новых встреч субтитров до новых встреч Продолжение следует...